Здравствуйте! Это программа «Город здоровья» и я ее ведущая, Олеся Котровская. Сегодня мы побываем в альфа-стоматологии, увидим, как работают врачи во время ограничительных мер, а еще узнаем, что делать, если в этот период необходима помощь стоматолога. В альфа-стоматологии продолжается прием пациентов. Вся помощь оказывается сейчас практически в полном объеме, но с соблюдением дополнительных процедур по дезинфекции помещений. Как пример, увеличен интервал между приемом. Работа только по строгой предварительной записи для того, чтобы уменьшить количество пациентов, которые одновременно находятся в клинике. В альфа-стоматологии для безопасности пациентов и сотрудников во всех помещениях установлены облучатели закрытого типа. Они очищают воздух внутри камеры ультрафиолетовыми лучами и наружу поступает уже чистый воздух. Два раза в час производится обработка дверных ручек, стеллажей, мягкой мебели и другого. Руководитель клиники отмечает, что это обычная практика, особенно в сезон обострения вирусных заболеваний. Но есть и необычные процедуры. Например, оценка состояния посетителей клиники происходит уже на ресепшене, в том числе с обязательным измерением температуры тела. И в круглосуточном режиме сейчас работает 24 на 7. У нас рециркуляторы воздуха, которые очищают воздух, ну, как говорят производители, на 99,9% от вирусов, грибов и различных микроорганизмов. То есть, если раньше это было между сменами и в конце дня, то теперь это 24 на 7. Мы немного ограничили поток наших пациентов из московской области, из Москвы. На более поздний срок их переносим. Но так, в целом, работаем в штатном режиме. В альфа-стоматологии принимают как взрослых, так и детей. Сейчас немало сезонных обострений. Детский стоматолог рассказал нам, что прием ведется как с острой болью, так и в плановом режиме. Происходит сейчас сезонное обострение хронических заболеваний. Ну, и смена зубов не отменяется. То есть, на смену удаляем зубки, лечим пульпиты, периодонтиты у детей. Пациенты настороженно относятся в этот период вообще к лечению. Но, скажем, это не отменяет то, что зубы начинают болеть или какие-то... То, что оставляли на долгий ящик, скажем, да, полечить. В это время тоже сейчас лечат. Поменьше нервничайте. Ваше волнение передается и детям. Поэтому, если вы спокойны, то и ваши дети будут спокойны не только на приеме у стоматолога, но и, в принципе, по жизни. Стоматологи говорят, что успех всегда зависит и от врача, и от гостя клиники. Поэтому спокойствие и уверенность врача передаются пациенту. У каждого из докторов есть свои способы достижения такого олимпийского спокойствия. Я себя поймал на такой мысли буквально пару недель назад, когда читал новостную ленту и заметил, что вот какая-то такая, ну не то что нервозность, но волнение. Да, вот волнение, которое не проходит. Постоянное волнение. Вот. И, заметив это, в общем, ограничил новостную ленту свою. Я читаю ее сейчас только днем. Буквально 20 минут основные какие-то вещи узнать. И, честно говоря, стало гораздо легче. Сейчас много говорят о том, что если есть возможность перенести плановое лечение на более поздний срок, то лучше сделать. Но ведь жизнь не останавливается. Кто-то уже не может остановить лечебный процесс. Кому-то надоело ходить без зубов. А некоторые из-за зубной боли забыли вообще о других проблемах. Если это действительно острая, неотложная помощь, то, конечно, нужно обращаться. Потому что в противном случае это может привести еще к более серьезным последствиям и для здоровья, и для, соответственно, ну, скажем так, усложнения лечения в последующем. То, что можно было бы предупредить, потом придется долго-долго лечить еще больше посещений, еще больше вложений, скажем так, в это лечение. В альфа-стоматологии продолжают проводить имплантацию зубов, как полную, так и частичную. Здесь делают и костную пластику, благодаря которой у человека наращивается костная ткань до необходимых размеров, чтобы контуры лица выглядели эстетично. Так создаются условия для будущей имплантации, чтобы люди снова смогли полноценно жевать и красиво улыбаться. Специалисты работают с четырьмя системами имплантации – немецкими, корейской и швейцарской. В Германии, Альфа-дент, мы с ней давно очень работаем. Штрауман, Швейцария, мы являемся официальными представителями в этом городе, мы единственные, кто работаем с ней. И корейская – это система имплантов Инна, мы недавно ее взяли, просто чтобы расширить линейку имплантатов для пациентов, потому что у всех у них разного ценовой диапазона. Поэтому, чтобы просто было пациентам удобнее выбирать, что какой ставить. Известно, что качественные зубные импланты должны соответствовать ряду требований. Один из самых важных из них – это биосовместимость конструкции с тканями ротовой полости. Стоят они из титана с примесью алюминия и ванадия, как, в принципе, все импланты, которые сейчас изготавливаются. Просто есть некоторые технические характеристики, которые отличают систему Инна, допустим, от Альфы. Допустим, в некоторых условиях ее будет лучше поставить, нежели немецкие импланты. Проживляемость в них достаточно высокая – 98,5% – это как бы стандартно у всех. Среди всех систем стоит выделить швейцарскую систему «Штраумен». Это номер один в мире. Среди сотен различных систем каждая пятая имплантация в Европе и США производится при помощи этого имплантата. Альфа-стоматология является официальным партнером компании «Штраумен Россия» и в оборудовании клиники на торжественном открытии участвовали представители этой фирмы, в том числе и первые руководители. То есть приживляемость уже будет выше на порядок, то есть 99,2% приживляемости. Плюс покрытие, которое находится на импланте, это тоже революционное покрытие. Такого покрытия нет ни у кого. Это тоже ускоряет сроки приживления. То есть, в принципе, импланты «Штраумен» приживляются за месяц. Да, и через месяц мы уже можем ставить постоянные коронки, и пациент может улыбаться, оживать. Альфа-стоматология на время ограничительных мер продолжает работать по ценам 2019 года, вне зависимости от падения курса рубля, с усиленными мерами предосторожности и по предварительной записи пациентов, которая принимается по телефону 505-202. Клиника находится по адресу площадь 50-летия октября, дом 2, в торговом центре «Еж», рядом с дворцом молодежи. Это была программа «Город здоровья», и я ее ведущая Олеся Котровская. Я желаю вам крепкого здоровья и олимпийского спокойствия. Берегите себя и своих близких.